Полицейские Казани задержали 33-летнего молодого человека по подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств. Стражи порядка установили, что он, представляясь покупателем, выманивал данные банковских карт, в том числе и конфиденциальные у людей, разместивших объявления на одном из сайтов по продаже вещей. Люди просто не знали, какие данные говорить можно для перевода средств, а какие нет, и безоговорочно верили звонившему. В итоге 12 человек. В общей сложности лишились больше 250 тысяч рублей. Альбина Минебаева подробнее. Работа приятель, сотрудники полиции. Что сказали? Что подозревались в мошеннических действиях. На допросе задержанный будто сам не понимает, за что его задержали, однако под тяжестью доказательств свою вину он все же признал. По версии следствия, мужчина подавно отработанной и уже банальной схеме находил на одном из известных сайтов объявления о продаже даже неважно чего. Связывался с продавцом и убеждал последнего, что ему купить эту вещь гораздо нужнее, чем ему продать. Говорил, что хочет скорее перевести деньги или хотя бы аванс под этим предлогом и узнавал данные банковской карты, в том числе и конфиденциальные, как трехзначный код на обратной стороне и пароли, приходящие от банка в СМС. После чего уже мог полностью снять средства с чужого счета. Таким образом, на его уловки попались 12 человек. Ущерб составил более 450 тысяч рублей. В ходе анализа фактических обстоятельств уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества, полицейские установили, что к совершению причастен один человек. Полицейские провели разыскные мероприятия и в течение нескольких дней установили личности местонахождения подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Казани. Мужчина признался, что выбирал продавцов из разных регионов, чтобы вероятность предупреждений ими друг друга свести к нулю. После разоблачения мужчина возместил всем потерпевшим причиненный ущерб, поэтому решением Вахитовского суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Вызов 112.